А ВОЗы ныне там. Индивидуальные предприниматели рыболовы из Нинецкого округа продолжают искать решение своей главной проблемы – регистрации маломерных судов, используемых в коммерческих целях. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел накануне в администрации округа. Обсуждение вопросов прошло с участием окружных депутатов, представителей окружного профильного департамента, контрольных надзорных органов и индивидуальных предпринимателей рыболовов. Вот 150 человек было, это я год назад писал. Остается человек 30. Так и есть. Больше 100 уже закрылось. Из-за проблем с регистрацией плавсредств в российском речном регистре и получением соответствующего удостоверения окружные рыболовы вынуждены закрывать свои ИП. В 2009 году я зарегистрировал свое фермерское хозяйство, это именно по промышленности лова рыбы. Значит, убедил своих друзей, знакомых, чтобы тоже зарегистрировали, чтобы законно рыбачить. Законно. Чтобы мы не имели проблем ни с рыбнадзором, ни с полицией. Ко мне люди приходят, звонят, спрашивают, как быть. Вот. Я не знаю. Не знаю, что делать. Процедура регистрации плавсредств в речном регистре обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Соответствующие требования прописаны в кодексах внутреннего водного транспорта и торгового мореплавания. Сложности в регистрации я никаких не вижу. Те, кто хотели зарегистрировать, кто хотят осуществлять вылов, они все это сделали. Закон действует с 2014 года. Изменений никаких не было. Поэтому, почему не читали, не принимали никаких мер, я еще раз повторю, кто хотел, сделал все в свое время. У многих суда зарегистрировано с 2014-2015 годов. Они ловили, и проблем у них никаких не было. Для регистрации плавсредства судоводителям необходимо обратиться в северный филиал российского речного регистра в Архангельске. Затем отправить свое судно в столицу Поморья. Как вариант, пригласить специалиста из Архангельска в округ, оплатив при этом командировочные расходы. Другой вариант – обратиться к капитану Наринмарского морского торгового порта. По итогам 2017 года зарегистрировано 4 судна. К сожалению, информация, кто именно зарегистрировался, он не прислал, хотя обещал. То есть информация эта все равно дойдет. То есть 4 судна в 2017 году капитан морского порта зарегистрировал в государственном регистре. С постановкой на учет в речном регистре проблемы рыбаков не решится. В соответствии с федеральным законодательством им необходимо будет сдать экзамен на право управления маломерным судном в условиях морского плавания, что влечет за собой новые проблемы. После долгой дискуссии участникам круглого стола было предложено несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Один из них – использовать для рыбной ловли плавсредства, которые не подлежат обязательной регистрации в речном регистре или перейти на любительский лов рыбы.